Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он также является из известных аскетов, имеется ввиду Захид, те, которые оставили эту дуня ради Ахирата, ради Священного Аллаха. И он является одним из известных хатибов, то есть проповедников, которые призывали к исламу. И он является из тех людей, которые предложил собрать Куран, то есть помогал собрать Куран. Также из них является абу Асфаду Аулию, абу Абду Рахман и Абду Рахман и Абду Рахман и Абду Рахман, имеется ввиду тез, которые помогали собрать Куран. И он является первым халифом из Хашимитов. То есть хотя Абу Бакр, Уммар, Усман, они являются из Курайшитов, из Хашимитов, то есть Али является первым халифом, разъял Аллаху Таалану. Он является отцом двух внуков пророка, Аллаху Салату Ассалам, Хасана и Хусайна. Он является из тех людей, которые империю начально принял ислам, как мы уже говорили. Даже Ибн Аббас, Анас, Зайд Аркам, Салману Фарисии, эти они утверждают о том, что он был первым человеком, который принял ислам. Нам известно о том, что он был Абу Бакр. Нам также известно из женщин, что была Хадижа, разъял Аллаху Тааланха, но здесь Иджма пошел о том, что Али был, говорит, первым, который принял ислам, но он был в это время ребенком. Ему было всего-навсего 10 лет, даже говорится, что 9 лет было, говорится, что 8, даже еще ниже, говорится, было из-за того, что он ребенком является. Просто те, которые приняли ислам, их, имеется в виду, защитивают из взрослых людей, и поэтому Абу Бакр, разъял Аллаху Тааланху считают. Также передается от Абу Я'ла, от самого Али, разъял Аллаху Тааланху, о том, что он сказал, Пророк был послан, как пророком пророческой миссии, он был послан в понедельник, а я во вторник принял, говорит, ислам. Это получается, следующий день, как он был послан пророком, следующий день Али, разъял Аллаху Тааланху, принял ислам, будучи этим ребенком. И его, то есть, умру, как мы говорили, вот, 10 лет, или же 9, говорится, хиляф, имеется в виду, есть разногласия о том, что он еще не доходил до 8 лет, тоже говорится. Хасан б'ну Зайд б'ну Хасан, говорит, То есть, нам известно по истории о том, что в те времена жители Мекки, то есть жители вот арабийского полуострова, они что делали? Они поклонялись идолам. То есть, там были возле Каби, вокруг Каби идолы, они им поклонялись, но Али никогда не поклонялся идолам. Почему? Потому что он еще ребенком был до прихода ислама, до прихода пророческой миссии пророка Аллаху Салам, он был ребенком, и поэтому он никогда не поклонялся этим идолам. И даже есть одна версия, поэтому его называют, если других называют, рази Аллаху ангум, ему мы говорим, каррам Аллаху вачаху, то есть, пускай Аллаху Таала возвеличит его лицо там. Вот из-за чего? Из-за того, что он не поклонялся идолам. Вот так мы называем Алия, рази Аллаху Таала, ангум. Когда пророк Аллаху Салам совершил хиджру в Медину, он его оставил там, в Мекке он оставил, чтобы несколько дней, чтобы он отдавал те аманаты, те вадиаты. Имеется ввиду, на хранение пророка Аллаху Салам отдавались какие-то определенные вещи, что-то такое драгоценное. И из-за чего? Из-за того, что у пророка Аллаху Салам был аманат. Даже неверующие, даже противостоящие ему люди аманатом у него оставляли что-то. Почему? Потому что они знали о том, что от него хиянат не будет исходить. И когда пришлось пророк Аллаху Салам покинуть Мекку, значит, те аманаты, которые у него в руках оставались, их надо было вернуть хозяину вам. Поэтому он оставил Алия, рази Аллаху Ану, чтобы каждому хозяину свою вещь отдал. И Алия, рази Аллаху, вместе с пророком Аллаху Салам присутствовал в многих местах, как Бадру, например, как Иуд. И в других местах, где шли войны, в других местах, где шли какие-то там хукму, решения, которые принимались, везде и всюду он присутствовал, кроме Газавату Табуку. То есть Газавату Табуку, когда был, пророк Аллаху Салам его оставил, как бы главой Медини, как бы наместником Медини. И поэтому он в этом случае не присутствовал вместе с пророком Аллаху Салам. И во всех вот этих местах, военных действиях, Азаватах, он оставлял за собою очень такие известные следы. Имеется в виду следы его храбрости, следы его геройства, следы его искренности и других моментов. И пророк Аллаху Салам к нему отдавал во многих местах, то есть лива, знамя, знаменосец. Знаменосцем пророк Аллаху Салам был Али Рази Аллаху Табуку во многих местах. Саид Ну Мусаиб говорит, то есть День Юда, Али Рази Аллаху Анху получил 16 ран. День Юда, один за этот день он получил 16 ран. И в Сахихайне имеется в виду, в Сахихе Муслима и Бухари говорится о том, что, это книги сборных хадисов, говорится о том, что пророк Аллаху Салам ему дал знамя и День Хайбара, День Зятья Хайбара. Мы знаем, что Хайбар находится недалеко, ну не знаю, где-то 100-150 километров, по-моему, от Медини. Там жили в то время евреи, там была крепость, еврейская крепость. И когда брали этот Хайбар, он дал знамя Али Рази Аллаху Анху. И он уже заранее рассказывал о том, что взятие Хайбара будет, то есть принадлежит Алию Рази Аллаху. Его руках оно будет, взятие Хайбара. Его храбрость, его геройство чрезмерно, то есть распространено, популярно имеется в виду, чрезмерно оно популярно. И Джабир بن Абдуллах, он говорит, передает о том, что День Хайбара Али Рази Аллаху Анху положил на свою спину ворота, говорит Хайбара. То есть он таскал на себя ворота Хайбара, и даже мусульмане поднимались на эти ворота, на спину Али Рази Аллаху Анху. И когда он ее бросил, то есть они начали ее оттуда убирать, таскать, имеется в виду мусульмане. И они говорят, что сорок человек не смогли взять, то есть вот эти ворота. Это, конечно, не означает, что вот такая физическая сила была, которая превосходила этих мусульман у него. Это означает о том, что это был карамат, который дал Всевышний Аллах Али Рази Аллаху. Это был карамат. Вот такое дал Всевышний Аллах Али Рази Аллаху Анху. Также от Ибну Исхака передается в его книге «Магази» и от Ибну Асакира о том, что Али Рази Аллаху Анху вот эти ворота держал, как бы щитом. Мы знаем, вот как держат щит в руках и другим мечом воюют. Вот таким образом в руках вот эти ворота он держал в качестве щита. И не перестал вот так воевать, пока не взял, говорит, вот эту крепость Хайбара. И когда он бросил, мы, говорит, увидели восьми человек, которые хотели как-то передвинуть, перевернуть вот эти ворота, и они не смогли, говорит, эти ворота сдвинуть с места. Также, как мы ранее уже первоначально говорили, то есть пророк Аллах Али Салатова Салам его назвал Абу Турабом. То есть оно означает, если перевести на наш язык, оно означает «отец земли». Например, Абу Мухаммад мы говорим, Абу Али – это отец Али. Если у кого-то есть, у арабов распространено вот это куния, если у кого-то сын, самый старший сын, например, Ахмад его называют, этого человека называют Абу Ахмадом. То есть Абу Турабом его назвал, пророк Аллах Али Салату Ва Салам. Хотя Али, разъя Аллаху, очень желал, чтобы его так называли Абу Турабом. И хотя он радовался этим, но его таким именем не называл, кроме как пророк Аллах Али Салату Ва Салам. Другие его не называли. И почему его Абу Турабом называли? Один день он разозлился на Фатиму, на свою жену, разъя Аллаху та Аллаху, и он этой злостью лежал в мечети, то есть его место проживания там именно в мечети оно было, как же у пророка Аллаху Али Салату Ва Салам. И он лежал, то есть спина его была испачкана землею. Имеется в виду, когда мы вот на стену прислоняемся, на нашей остается след белый свет. От известий вот так, то есть от земли у него это осталось. И когда подошел пророк Аллаху Али Салату Ва Салам, и он начал протирать в него, убирать вот эту землю, и он сказал, иджлис аба Тураб, то есть он лежал, он сказал, ты садись Абу Тураб, то есть отец земли вот так назвал пророк Аллаху Али Салату Ва Салам вот этим именем его. И передается о том, что он передал от пророка Аллаху Али Салату Ва Салам 586 хадисов, то есть переданы именно от Алия, разъял Аллаху Таалан. Передается о том, что от него передавали хадисы его оба сына, Хасан и Хусайн, разъял Аллаху Таалан. Также Мухаммад ибн Ханифа, имеется в виду от другой жени, Мухаммад, называли его сына, он тоже передавал. Ибн Масуд, ибн Умар, ибн Аббас, очень много сподвижников здесь называются, я просто не буду их перечислять. Вот все вот такие, вот эти сподвижники, разъял Аллаху Таалан передавали от Алия, разъял Аллаху Таалан, хадисы. То, что касается хадисов, которые пришли по отношению самого Алия, разъял Аллаху Таалан, имеется в виду о его достоинствах, то, что передавал пророк Аллаху Таалан своим сподвижникам, является то, что шейхани, имеется в виду муслим и бухари, передает от саду Абу Акаса о том, что пророк Аллаху Салату Вассалам говорил, имеется в виду, когда наместником оставил, главой Медини оставил Алия, когда они уходили на Газавату Табук, мы уже ранее об этом говорили, и он пожаловался, имеется в виду, Али, разъял Аллаху Таалан, пожаловался к нему, и он сказал о том, что ты меня здесь оставляешь среди детей и женщин, он сказал, то есть он остается в Медини, а другие все уходят на Газават, ему хотелось идти на Газават, ты что, меня оставляешь здесь среди женщин и детей? Тогда он сказал, Ты что, недоволен, чтобы ты был как Харун для Муси? Мы знаем, что Муса и Харун оба пророки, оба братья они были, оба. Ты что, не хочешь быть в положении Харуна для Муси, то время, когда после меня уже других пророков тоже не будет? То есть он, видите, вот здесь, какие достоинства ему дал пророк Аллаху Салату Ассалам, он сравнил его как Харуна для Муси, Аллаху Саламу. Также от Ахмад и Базар передается от Аби Саидин Худри, разъял Аллаху Таалану, и от других многих сподвижников о том, что пророк Аллаху Салату Ассалам Ден Хайбара сказал, То есть, вот завтра будет Ден Хайбара, взятые крепости Хайбара, и Ден Ранее он уже пророк Аллаху Салату Ассалам сказал, завтра, говорит, я дам человеку знамя, чьими руками будет взят вот эта крепость, который любит Аллаха и Его пророка. Имеется в виду, этот человек, кому дано будет это знамя, он любит Аллаха и пророка, и Его любит Аллах и Его пророк. То есть, вот такое описание дал этому человеку, кому он отдаст завтра этот, имеется в виду, знамя. Люди вот эту ночью, каждому же хочется быть таким, каждому из сподвижников хотелось быть таким, и они вступили в разговор, они начали беседовать между собой, кому же отдаст завтра пророк Аллаху Салату Ассалам это знамя. И завтрашний день пророк Аллаху Салату Ассалам сказал, где же находится Аллибни Абут Алиб. И ему сказали о том, что он жалуется на глаза, у него глаза болели тогда. И он сказал, то есть отправьте к нему человека, пускай придет ко мне. Он пришел, То есть, он своей слюной, имеется в виду, намазал его глаза, слюной намазал его глаза и сделал дуа. Он исцелился, как будто бы не было этой болезни. То есть, вот этот пророк Аллаху Салату Ассалам, мы знаем, что у него очень много межизатов было. Это тоже, конечно, из одних межизатов, которые даны были пророком Аллаху Салату Ассалам. Он исцелился. И тогда, то есть, он передал вот это знамя Алию, раздеваллаху ану. Вот здесь мы видим его достоинство, который любит Аллаха и его пророка. И которого любит Аллах и его пророк. Которого любит Аллах. Мы тоже, наверное, любим Аллаха и пророка. Но мы не знаем, что пророк нас любит или же Аллах нас любит. Это нам неизвестно. Вот здесь утверждается о том, что которого любит Аллах и его пророк. Аллах и Салату Ассалам. И муслим передает отца дубну Абива Каса, когда был ниспослан аят, бсмилляхи рухману рухим, наду абна ана ва абна акум. То есть, в аяте говорится, когда вот спор, дискуссия шла между Курайшитом, Курайшитами и между пророком Аллах и Салату Ассалам, Аллах говорит, то есть, приглашайте ваших детей, и ваших жен, и ваших родственников, и я тоже буду приглашать. И проклятием их, то есть, они будут клятся о том, что имеется в виду, если вы правы, то есть, если мы правы, пусть уничтожится ваша ума, там вот такие, имеется в виду, заклинанные делались. И вот в этом случае пророк Аллах и Салату Ассалам пригласил Алия, Фатимата и оба их внуков, и он сказал, Аллаху маха улла и ахли, о Аллах, это мое ахло. То есть, вот его ахло, он включил свое ахло, Алия, Рази Аллаху Таалан. То, что касается пророка Аллах и Салату Ассалам, дуа, дуа пророка Аллах и Салату Ассалам, ему тоже, конечно, естественно, много хадисов, и он говорит, ман кунту ма уллаху фа алиюн ма уллаху. Если я кому-то являюсь там опекуном или же покровителем, то есть, пророк говорит, я если являюсь кому-то покровителем, этому человеку и Али является покровителем. Также передается от многих сподвижников, и пророк Аллаху, Салату Ассалам ему делает дуа, Аллаху ма вали ман валаху, ва адиман адах. О, Аллах, ты проявляй, имеется в виду, как бы опекунство над теми людьми, которые, ну, дружбу для тех людей, которые сдружились с Алием, и ты будь врагом тем людям, которые враждовались с Алием, разъяллаху ану. То есть, вот таким ты будь, говорится. Также передается о том, что когда обид уфаиль, он рассказывает, он передает, когда я обратился с подвижником, кто подтвердит вот это то, что сделал дуа, вот таким образом пророк Аллаху, Салату Ассалам, 30 человек вышли и говорит, что мы подтверждаем, при нас вот такой дуа сделал то есть пророк Аллаху, Салату Ассалам, Алиюн, то есть ма кунту ма Аллаху, алиюн ма Аллаху, Аллаху ма вали ма Аллаху, ва адиман адаху, вот это то, что мы уже говорили, вот этот хадис, 30 человек, говорится, подтвердили о том, что он это сделал. Четыре человека, говорит, которые любили, имея в виду чрезмерно, которые любили пророк, а.с. и священный Аллах, и пророк, а.с. говорит, «Инна Аллаха аммарани бихубби арбатин вахбарани аннаху юхибуум». «Аллаху Таала мне велел, говорит пророк, чтобы я любил четырех человек, и он мне рассказал, имеется в виду, Аллах мне рассказал о том, что он тоже любит вот этих четырех людей. И у него спросили, «Я, Расуль Аллах, саммихум лана, называй их имена для нас». Он сказал, «Али юн минхум». «Али» является из них, вот этих, их четырех, является Али, разъявлла анху. Потом эти следующие, «Абудар, Мексад и Салману фарисы, разъявлла аннаху». Вот этих четырех людей назвал, которые Аллаху Таала велел ему, чтобы он их любил. И Аллах там тоже утверждает о том, что он их любит. Также передается о том, что пророк Аллаху Салам сказал, «Али юн минни, ва ана мин Али. Али от меня, я от Али. Имеется в виду, мы одно целое, мы одно общее». Также передается о том, что от Ибну Имара, разъявлла Анну, когда пророк Аллаху Салам объявлял братство между сподвижниками, разъявлла Анну. То есть он называл это брат ему, другой брат другому, вот таким образом, когда называл, и у него потекли слезы у Алия, разъявлла Анну. И он сказал, «Я, Расуль Аллах, ахайта байна асхабика, ва ламту ахибайни, ва байна ахад». О, пророк, он сказал, «Ой, я, Расуль Аллах, ты объявил братство между твоими сподвижниками, а между мною и между кем-то ты не объявил, говорит, братство». Тогда пророк Аллаху Салату Ассалам сказал, «Анта ахи фи дуня ва л-ахират». «Ти являешься моим братом и в дуня, и в ахират». Вот видите, то есть ему вот такое достоинство, то есть вот такое положение дал, то есть пророк Аллаху Салату Ассалам. Также передается от Алия, он что говорит? «Валлязи фалакал хаббах, ва бари анисмах». Тот, который, то есть я клянусь Аллахом, который расколол зерно. Мы знаем, что зерно колется, оттуда выходит, то есть из зерна, то есть из семена выходит, растение, там растет, другие зернышко, которые разделил, имеется в виду, расколол вот это зерно, именем Аллаха. Аллах же это все делает. И ва бари анисмах, и который исцелил душу, то есть наши души исцеляется, Вишний Аллах, «Иннаху ла айхидан набию умию илля я Аллах ю хиббани илля му'мину». Пророк дал мне, говорит, такой договор о том, что меня не будет любить, кроме как му'мина, и меня не будет злит, кроме как му'нафиq. И тогда сподвижники, они говорили, «Кунна наарифу му'нафиqина бибаггим алия». Мы потом му'нафиq, он говорит, различали там, если кто-то гневил алия, значит, этот человек му'нафиq, он говорит Бог. То есть вот таким образом мы делали между, то есть различие между му'нафиqами и различие между му'минами. Вот так передает сподвижник, разъя Аллаху таалу. Также пророк, Аллахи салату ассалам сказал, «А намадина тул альми ва алиюн бабуха». Я, говорит, город знаний, а Али является дверью, воротами этого города. Этих знаний имеется в виду. Здесь что оно означает? Вот такие высокие, большие знания имел Али, разъя Аллаху таалу. Также, когда он отправлял его в Йемен для того, чтобы призывать то есть к исламу людей, он сказал, «Я, Расуль Аллах, ба'ас-санива анна шабун агзи байнахум вала адримал-када». «Ты отправляешь меня, молодого человека, то есть, можно сказать, даже подростка, в Йемен ты меня отправляешь, чтобы делать между людьми илкму, делать какие-то решения, когда я не знаю эти решения, когда нет у меня знаний для этих решений. Тогда он меня ударил, говорит, в грудь рукою, вот так ударил, и он сказал, «Аллаху махди калбаху ва сабит лисану». «О, Аллах, ты дай наставление ему его сердце, и ты укрепляй его язык». Он имеется в виду, на правде укрепляй его язык. Тогда он говорит, «фавалиладзи фалакалхаба», то есть, именем Аллаха он клятву дает о том, что «Маша как-то фикада и байна изнайна». После этого у меня никакие сомнения не появлялись в решении каких-то, то есть, при принятии каких-то решений. У меня никогда, говорит, сомнения не появлялись. То есть, посредством дуа пророка Аллахи салату вассалам. Когда у него спросили, почему ты такой, мало как-то, асхаби почему у тебя, от тебя исходят многие хадисы, он сказал, «Инни кунту ида салту амбаани». Когда я у него спрашивал что-то, он мне рассказывал. «Ва ида саккату ибтадани». Когда я молчал, он сам меня заставлял заговорить. Имеется в виду, пророк Аллахи салату вассалам заставлял меня заговорить. Вот такие достоинства, вот такие хадисы переданы по отношению Алия, раздель Аллаху по отношению его знаний, его достоинства. К сожалению, время закончилось. Иншаллах, если Аллах даст жизнь нам в следующих пятницах, мы продолжим об его этой жизни, об его вот этой прекрасной жизни, об его то есть чистоте, искренности о его геройстве, об его имане. иншаллах, пусть Аллах даст нам любовь к нему, потому что пророк Аллахи салату вассалам дал ему договор, его будут любить только му'мини, его будут злит только му'мини. Пусть Аллах не сделает нас из числа этих му'мини. 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 Пусть